Религиозный креационизм – это идея, что все живое и неживое сотворил некий библейский бог в одном лице. Он же всем управляет, от атома до галактик, и походу выдумывает всякую новую живность. Прослушивает мольбы каждого человека и всем воздает по заслугам. Никаких доказательств этого, естественно, не существует. Упор делается на то, чтобы все в это заставляли себя неистово верить, а если этому мешают факты, логика, научный подход, жизненный опыт, совесть и т.д., то им же хуже. Официальная научная парадигма считает, что все произошло само, и жизнь сама придумывает себе флору и фауну, все виды животных, и моделирует все это на перспективу. Это доказать также невозможно, постулаты принимаются на веру. А кто их не поддерживает, тот занимается лженаукой. Прогрессивные ученые понимают, что все это само никак не могло самообразоваться. Поэтому появился научный неокреционизм, который пытается, не отходя от научной парадигмы, как-то скрестить религию с наукой и эзотерикой, но так, чтобы их не сняли с государственного довольствия. Но кто на самом деле создает и поддерживает жизнь во всех уголках Вселенной и во всех аспектах, объясняется исследователями Раймондом Моуди и Майклом Ньютоном. Они доказывают в своих многочисленных опытах и свидетельствах, что этим занимаются неисчислимые мириады сущностей разного порядка. Одни создают процессы и все виды жизни, другие занимаются их поддержанием и развитием этих процессов. Третьи помогают развиваться людям, каждому в отдельности и так далее. И ни один процесс во Вселенной не происходит сам по себе. Их поддерживают и направляют в конкретные определенные сущности. Более того, оказывается, мы сами являемся этими сущностями, которые через инкарнацию пришли в специально созданный для этого трехмерный материальный мир, мир Яви, для повышения квалификации. Вот такая матрица. Прохождению серии уроков, после которых сущность возвращается в мир, управляющий, мир Прави или мир Нави, кто куда. И получает повышение. Если сущность душа научилась здесь изобразительному, например, искусству, то она уже может заняться раскраской животных или птиц. А если научилась что-то строить, то займется сотворением какого-то природного образования или процесса. Таким образом, мы приходим к пониманию, что все живое создано реально существующими инженерами. И впрямую это доказать также невозможно, но мы можем сопоставлять и столковывать причинно-следственные связи, использовать другие методы, выдвигать гипотезы. Ведь самое главное, у нас есть огромное количество материала, созданного этими инженерами, который мы можем исследовать. Вот одни из этих примеров. Есть цветы, для опыления которых пчела должна залезть в узкое отверстие за нектаром. Когда она входит, то нажимает на отросток, который запускает механизм, который в свою очередь приклеивает мешочек с пыльцой ей на спину. И когда она летит на другой цветок, этот мешочек опыляет его. Эта система рассчитана на конкретное насекомое, на пчелу, потому что в проход не пролезет другое крупное насекомое. Он узкий. А если залезает маленькая, то она не сможет нажать на рычаг, сил не хватит, да и мешочек с пыльцой клеится в определенное место. В детстве у дома росли цветы, я их называл башмачки. На самом деле они называются бальзамин железконосный, или недотрогая железконосная. Цветок опыляли шмели. И сама форма, размер и конструкция цветов подразумевает опыление именно шмелями. Но это только половина из феноменальных качеств у этих цветов. Их семена созревают в коробочках так, что они, как миниатюрные гранаты, взрываются и раскидывают семена. То есть коробочка созревает с механическими напряжениями внутри структуры тканей. Опять же, самый настоящий инженерный подход. Созревание цветка одуванчика происходит по слаженной программе, где каждая клетка – это звено в механизме. Литопсы – живые камушки. Это растение, которое имеет два мясистых участка, очень похожих на галичник. То есть они маскируются под гальку, знают, какого цвета окружающие их породы. Родина литопсов – засушливые районы Юго-Западной и Южной Африки. Встречаются они на кварцевых, гранитных или известняковых почвах, иногда даже в трещинах скал. Такие места обитания крайне бедны водой. Литопсы могут мимикрировать, подстраиваться под окружающие камни. В засуху могут зарываться в грунт. Делают это благодаря своим корням, которые втягивают тело растения вглубь. Меня всегда интересовал механизм, приводящий в движение части растений – поворот листьев к солнцу, закрывание цветков перед дождем и на ночь. Мышц нет, химических процессов в клетках, как у животных, приводящих к их механическому трансформированию, тоже нет. Тогда как растения двигаются подобно животным? Не сразу можно понять, где литопсы, а где галечник. Эти растения могут выжить даже при жаре плюс 50 градусов. Это растение приспособилось к сложной среде обитания, эволюционировало, как говорят. Либо, по моей версии, было такое техзадание и некий инженер-творец создал под эти условия существования нужный организм. Очень интересный алгоритм поведения, поразительная способность – это коллективная защита у пчел, отпугивание. Чтобы отпугнуть шершни и других хищников, некоторые пчелы создают волны, как болельщики на стадионе. Это называется мерцанием. С такими движениями пчелы хотят показаться одной большой супер-пчелой, что, несомненно, у них получается очень хорошо. Пчелы вообще удивительное создание, про них можно говорить очень долго. Давайте рассмотрим систему замыкания двустворчатой раковины. У нее оказалось установлено три разных замка. Причем, если аккуратно замкнуть все три, то, держа раковину за одну створку, не получится распахнуть ее, просто откинув другую. При этом половинки разойдутся, образовав небольшую щель. Но для полного раскрытия нужно совершить какие-то особые действия. Удерживание створок раковины приоткрытыми в режиме проветривания обеспечивается не их мягкими белковыми связками и желанием моллюска, но самой архитектурой сооружения. Вот это именно те, кто живет в умном доме. Мало того, что сам дом увеличивается в соответствии с растущими потребностями обитателя, в нем уже на стадии проекта заложена защита и от внешнего врага, и от внутренней ошибки. Цветки, похожие на калибри Как видно, это растение решило свой цветок выдать за калибри. И каким образом? Опять совпадение из ничтожно малой вероятности. А почему бы не вид птеродаптеля, или на крайний случай летучей мыши? Более логичное объяснение вытекает из того, что это было задумано так изначально. Вот давайте подумаем, у цветка нет глаз, нет 3D-сканера, нет системы генетической самомодернизации. По каким принципам этот цветок должен был выбрать нужное животное из всего многообразия, чтобы начать мимикрировать именно под него? Сказать, что для этого не нужен интеллект, наверное, может только тот, у кого его нет. Возможная идея создателя этих цветков, колуторария конингами, возможно, была такова. Калибри видит силуэт подобной себе птицы, принимает его за особь противоположного пола, подлетает к нему поближе и опыляет цветок. Клещи – биологическое оружие Уже давно высказывается мнение, что клещам, как переносчикам опасных заболеваний, внедрили эти заболевания. Плещевой энцефалит создавался японскими милитаристами в 30-40-е годы XX века. Это адское достижение биолаборатории отряда 731, что располагался в Маньчжурии. Главный биологический удар пришелся на год Олимпиады-80. Японцы, приглашенные на Олимпиаду, раскидывали пробирки с клещами на всем пути следования вдоль железнодорожных путей. Сегодня таких биолабораторий вокруг России десятки. И уже сегодня человек претендует на место творца. Правда, какого-то дегенеративного. У многих животных, которые наука считает неразумными, зачатки разума все-таки просматриваются. Либо это такие алгоритмы поведения и работы вшитых инстинктов. Мы нейронные сети и искусственный интеллект в компьютерных системах не называем разумным, хотя там тоже присутствует элемент разумности. С Алисой в Яндексе уже все пообщались. Попробуйте положить рядом два смартфона с этим запущенным приложением. Будет забавно. Но все это разрабатывал человек. А кто разрабатывал алгоритмы интеллекта у животных? Жук-жираф. Удивительное насекомое жук-жираф. Скажите, эволюционисты, зачем в природе понадобился такой жук? С шарниром в шее. Ведь жук может и так ползать, забираться на ветки и летать. В конце концов, можно было создать гибкую шею, как обычно это и делается в природе. Это похоже на дипломную работу с юмором студента-творца-выпускника, который имеет доступ к созданию нашего мира. Для меня было большим удивлением узнать факты про гигантского жука-дровосека и бабочку-павлиноглазка-атлас. Они совсем не едят за свою пусть и короткую, но жизнь. От одного до полутора месяца у жука и всего 10 дней у бабочки. Для чего природе было создавать таких огромных насекомых и не создать механизм их питания? Не только на алгоритмическом уровне работы их организма, но и на биологическом. У павлиноглазки-атлас нет ротового хоботкового аппарата для приема нектара цветов или еще чего-либо. Весь запас питательных веществ эти насекомые получили из организма личинок, когда они ими были. Это как аналогия с ледяными скульптурами, созданными человеком. Вырезали их изо льда, несколько месяцев на них полюбовались, и они потом растаяли. Так же и с этим насекомым. Если их создал творец-инженер, то только ради факта самого создания. Полюбоваться. Или в качестве курсовой работы перед более сложной дипломной работой с более сложным техническим заданием. Других функций у этих насекомых реально нет. Они появились, дали потомство, умерли. Они малочисленны и не играют никакой роли в качестве питания для других живых организмов. Сами ничего не едят. Их нет в пищевой цепочке, они в принципе не нужны в природе. При просмотре этого видео появилась мысль, а может быть это уцелевшие представители допотопного мира? Их размер, ну никак не сопоставим со средними размерами многочисленной армии обычных насекомых. Также на Земле есть и животные-долгожители, которые живут сотни лет, а некоторые виды медуз считаются бессмертными. 10 самых опасных растений в мире Ядовитые, плотоядные, разумные растения, которые научились вырабатывать яды, чтобы их не трогали представители фауны. Сами придумали? Ну-ну. А плотоядные растения – это вообще невообразимо. Растения с функциями и алгоритмом поведения и питания, как у животного хищника. Заимствованные алгоритмы, однако. А их яды – просто песня. Их получить нужны опыты и различные компоненты. А как вы думаете, дерево или растение сразу знало, как получить, синтезировать нужный компонент в своем дереве и как он будет действовать на других? Да на это и миллиардов лет не хватит с той скоростью, с какой растение будет перебирать возможные удачные и неудачные сочетания. Они просто не успеют выжить. Вывод напрашивается один – в этих представителей фауны сразу заложили знания о ядах и внедрили механизм их синтеза в клетках, а также все знания, как и против кого их использовать. Вот еще некоторые животные со странными конструкциями и функциями их частей тела. Рыба-лопата. Фактически не может плавать, а ходит по дну. Вот скажут эволюционисты – это наглядный пример эволюции. А может, все-таки это творение или эксперименты тех сил, которые управляют нашей флорой и фауной и создают новые виды? Нарвал. Это же единорог в мире водоплавающих млекопитающих. Зачем этому животному бивень? Ботаники не знают. Он им даже не пользуется. В воде эти животные при планетарном катаклизме прошлого, при масштабных вымираниях животных по-научному, уцелели, а вот наземным единорогам не повезло, их можно увидеть лишь в средневековых книгах. Хотя все считают, что это вымышленные сказочные животные. Но так ли это? Очень много странных и редчайших животных обитает на Мадагаскаре и в Новой Зеландии. И интересно, почему? Там активнее творятся новые виды или эти места были наименее затронуты планетарным катаклизмом? А у некоторых животных есть сверхспособности. Например, жук-бомбардир. Здесь работал, проектировал точный инженер-механик или инженер-химик. Если бы природа и создала бы такие организмы, то только через миллионы лет промежуточных видов, а их мы не наблюдаем. Оказывается, у утконоса есть электрорецепция в клюве. С его помощью он может находить себе добычу в темноте и чувствовать жертву даже в укрытиях. Этот механизм у утконоса работает даже в воде. Кроме того, это явно гибрид млекопитающего и рептилии, так как, имея строение тела рептилии, откладывает яйца. Но после вылупления детенышей кормят их молоком. Но не из молочных желез, а через специальные поры в коже, выделяющие молоко. У самцов на задних лапах есть шпоры с ядом. В общем, в этом одном организме собрано много чего от разных. Птица-лирохвост обладает встроенным интерфейсом подражать копировать услышанные звуки, как и попугаи и вороны. Рыба-брызгун-снайпер среди животных. Умеет сбивать струей воды насекомых на ветках на расстоянии более метра, учитывает преломление света на границе вода-воздух и другие факторы. Я здесь угадываю вшитые в алгоритм этого инстинкта расчеты и поправки. Феноменально. Ящерица-василиск умеет бегать по воде. Тренировка, которая передается как врожденная способность? Или конструкция тела со скоростным мышечным аппаратом? Человеку далеко до такой скорости работы мышц, но при этом эволюционисты называют homo sapiens венцом эволюции. В нас практически ничего нет от сверхспособности этих животных. У нас тело и его функции вообще не предназначены для выживания в этой среде, на этой планете. Практически нет врожденных инстинктов, необходимых для этого. Почему мы не собрали или нас не собрали, взяв самое лучшее и прогрессивное, что есть у животных? Мы выживаем только благодаря разуму в нашем теле, но и он не идеален. Оказывается, в его программном коде есть множество багов и недоработок. Их называют когнитивными искажениями. Это отдельная большая тема. Скажу лишь одно, определенные круги знают эту тему лучше, чем среднестатистический человек. Специалисты по нейролингвистическому программированию, предвыборные политтехнологи, маркетинговые принципы в рекламе и продажах. Это лишь верхушка айсберга в этой теме. Но вернемся к ляпам, а может и искусственным ограничениям в алгоритмах работы мозга и разума человека. Баг человеческого осознания его я При рождении сознание как пустая флешка, куда можно записать все, что угодно. К тому же алгоритм работы мозга и сознания не идеальный. Это проявляется в когнитивных искажениях. Мы многое видим не там и не так, как это есть на самом деле. Если сознание – это проявление души, то почему мы при рождении не помним хотя бы часть из «до», то есть «до» того, как мы были инкарнированы? Мой вывод – это баг, наложенное ограничение кому-то на руку, что человек не может самоидентифицироваться, ведь инстинкты в нас прошиты с рождения. Почему бы нам не оставить память о прошлом? Ведь это увеличит скорость эволюции, обучения, познания мира сознанием, душой. А мы просто топчемся на месте в колесе сансары перерождений. Конечно, есть случаи, когда человек вспоминает свои прошлые жизни. Это говорит, что баг можно обойти. Что-то в нас блокирует или не активирует механизм памяти. Из-за того, что человек не знает, кто он, происходят все его страдания, блуждания и кручения в биличьем колесе. Зачем это сделали? Скорее всего, кому-то выгодно держать наше сознание в состоянии быдла, скота элементального сна. Представьте, что у всех активируется память перерождений. Весь опыт и заложенные истинные алгоритмы поведения к развитию. Совесть, честь и так далее. Вы через призму накопленного опыта одним взглядом будете определять события на часы и дни вперед. Знать прошедшую историю не понаслышке. Видеть любого человека насквозь, его мысли, а он вас. Такое общество невозможно будет направить в деструктивную сторону. Скорее всего, еще несколько сотен лет назад люди жили именно в таком обществе с незапечатанным сознанием. Но кто-то внес в природу человека свои изменения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok